Конечно, бывало, чтобы на презентации, да еще и посреди рабочего дня собиралось столько людей, однако этих собравшихся отличало нечто большее, нежели любовь к прекрасному. Явственно ощущалось некое душевное родство. Нет, оно очевидно присутствовало, центром которого был Игорь Николаевич Калинаускас. Украинского происхождения литовский, философ, психолог, доктор наук, вице-президент Международной академии информации и связи управления в технике природе общества представлял свои полотна на первой персональной выставке в Одессе. Творения живописи в литературном музее входят в важную составную психоэнергетическую практику, имеющую основательный теоретический фундамент – арт-терапию. Методика активной саморегуляции дает людям надежду, право и шанс состояться, как полноценная личность, не ссылаясь на внешние невзгоды, как препятствия для саморазворачивания своей индивидуальности. Мои книги, мои картины, наша музыка – это все обращено к людям. Я хочу сказать людям, что они гораздо больше того, чем они о себе думают, что они богаче того, что они о себе представляют или им пытаются внушить, и что внутренняя жизнь человека, его внутренний мир, он может развиваться и раскрываться независимо от внешних обстоятельств. Надо просто, ну просто, да, самое трудное, наверное, любить себя, разговаривать с собой и быть самим собой. Выставка, которая продлится всего лишь шесть дней, составлена из работы приватных коллекций, тех, кто в арт-терапии нашел путь к самому себе, своим сущностным силам и единению с природой. Эта система натура, культура, как цельного мировосприятия и мироотношения уже приносит благотворные плоды своим последователям. Рассказывают, что эти портреты сущностные. Следствие взаимодействия – общение с господином Калинаускасом, когда вырисовываются более определенные черты каждого. Дуэт с Зикр, вторым участником которого есть психолог, разновидность иного вида взаимодействия в арт-терапии. Признано, что каждый человек нуждается в собственной референтной группе, как форме самопризнания и саморепрезентации именно через эту группу. И эта форма общности – единение, которое уже возникло, несомненное отличие собравшихся им определенно повезло. Говоря же о социальной функции искусства, которая в нашей стране недовоспользована, нереализована в полной мере, следует отметить, как в высшей степени позитивный опыт единения людей на основе душевного, доверчивого, открытого и доброжелательного общения, сердцевиной которого является искусство как таковое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы что-то? Вы дизлили в столе. Вот так. Вот так. Серьез можно? Да-да-да. Может, эти три получили? Да, после все снимаем. Так. А кольца? Да-да-да. Я думаю, что ты ешь. Да-да-да. Что? Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 А что касается, ну как бы, идеологии, да не никакой идеологии, я идеологию всю жизнь стараюсь, стараюсь, ничего желаю всем вам, всю жизнь вам была возможность делать то, что вам интересно, вот я и делаю то, что мне интересно, и картины рождаются по-разному иногда, как тайны вечерей, я ее увидел в утреннем году, был уверен, что не напишут. Вот, но написал, но она даже уже живет. А бывает, ну что, впечатления от слова, впечатления от людей, впечатления от природы, от масок. Я не знаю, как себя позвать, искусствоведа не знает, но я не знаю, знать не хочу. Но самое главное сегодня для меня, что это выставка моих друзей. Вот, вот я хожу, смотрю, я многие картины очень давно не видел, значит, давно не был в гостях у своих друзей. Вот, и это огромная радость встретиться с друзьями, получить от них вот такой великолепный подарок, встретиться со всеми вами, с любимым городом, который я очень-очень люблю. Вот, и надеюсь, что эта любовь будет всегда взаимной. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 И о профессионалах лучше всего говорят профессионалы. Я попрошу Елену Кимон. Я Игоря Николаевича знаю уже более 10 лет. Могу честно сказать, я знакома с Игорем Николаевичем более 10 лет. И могу прямо сказать, что то, что мы 79, я обязана более десятков лет тому, что я с ним знакома, с его учением, с его личностью. Он дает столько и романтики, и высоты, и глубины, что мы испытываем к нему большую любовь, к нему, к его произведениям и ко всему тому миру, который он создал. Слово впервые всегда нужно вспоминать, какую философию. Конечно же, он знал, как там, шить по шансу, в которой не научишься танцевать. Так научи меня танцевать. И по новым притчам о рождении мира, о рождении любви. Вот видите, какой первый мир был у великого поэта? Спасибо. 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 Самое трудное, наверное, любить себя, разговаривать с собой и быть самим собой. Роль творчества, потому что вот здесь искусство, то есть вы видите именно творчество или искусство, конкретные виды искусства? Нет, конечно, творчество. Знаете, вот мой девиз «Spirit Art Love» – дух, искусство, любовь. Я думаю, что творческое отношение к самому себе, к своей жизни, к своим отношениям с другими людьми, к всему, что ты делаешь, это и есть ключ вот такой радости быть. По-моему, самая главная радость. Радость – это то, что я есть, то, что я присутствую в этом мире. Есть. Есть. А у нас, с которым хочется вспомнить слова, какой мы… саморегуляции, какая реальная помощь для чернобыльцев. Этот удивительный золотой голос дуэта Зикр, который открывал, как ил Игорь, это мужество, потому что сейчас его выставки, огромный к ним интерес, ибо это явление, вот и человека. Поэтому уже интересно, что обман, художник, который числит себя вне традиции, плагиат, так сказал один из мудрецов, и был тысячу раз прав. Поэтому можно, конечно, выявить, с кем ведет свой диалог. С этими вечными в игре, помните, игра, кто его слушает, никто ничего не понимает, а кто сам говорит, понимает еще век. Это какая-то узкая колея у каждого, да, своей дисциплиной, а стремление к синтезу, как это здорово. Игорь идет, ведет с ним диалог, идет по тому же пути. Художник, он поваляет, он дает искусство мироздания и созвал нас. Кто ты поехал? Вот эти три. Игорь, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...